Уникальность свято в уникальный день в уникальному дружнему микрорайоне. Попиарился, подарил деньги и все. Но что-то мне подсказывает, что это все-таки выиграна только битва, а не война. Это почувствовали и чиновники. Но кто знает, может они и в такой рекламе снимутся. Особенно смешными были кастрюли. Привет, это я Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе в Кропивницком депутат прикармливал детей и пенсионеров. Все главные чиновники области пиарились на рождении четырех детей. Понтаевка выиграла суд у Александрийского горсовета. В областном центре построят фонтан и реконструируют площадь Героев Майдана. Я не знаю, под 8-е ли марта, но в Кропивницком событие. В областном центре родились четыре девочки одновременно. Родители назвали детей Виктория, Елизавета, Мирослава и Диана. И это редкое событие для Кировоградщины, именно рождение четырех детей. Это почувствовали и чиновники. И почему бы не попиариться на таком событии? Так, открываем сайт Дозор, и там, па-бам, новость. К семье Валихновских пришел глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Бавань. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известным всем тарам-парам, на то оно и утро. От себя чиновник подарил денежный сертифікат, то есть деньги. Деньги и странную речь, которую процитировал Дозор. Как глава ОДА я занимаюсь реализацией государственной политики в области. Молодые родители, у которых родилась четверня, являются жителям Кропивницкого. От себя особо обязательно сделаю им подарок и приветствую из такой значительной событий в жизни, заявил Балонь. Что и к чему в этой цитате? Каким образом реализация государственной политики была к этому эпизоду? Зачем Балонь приехал к маме четырех девочек в больницу? Попиарился, подарил деньги и все. А сколько денег, кстати, подарил? Тысячу гривен? И от себя лично? Или пять тысяч? Или десять тысяч? Больше подарил, чем государство платит за ребенка или нет? Или это не деньги, а какой-то другой подарок? Например, квартира или автомобиль? Все лучшее детям. Странная история, в которой смешали государственную политику и политический пиар. Ну и использовали маму с четырьмя детьми для этого. Оно вам Балонь надо? Да и не только Балонь, там же побывали все основные главные чиновники области. С другой стороны, я все прекрасно понимаю. Такое событие, как рождение четырех детей в области, это действительно событие. И поздравить семью неплохо. И для пиара это тоже неплохо. Но мне все время хотелось спросить у мамы четырех девочек, а ей это нужно было? Ну вот чтобы в палату набежали всевозможные чиновники и устроили фестиваль невиданной щедрости. И как, кстати, чувствуют себя семьи стройнятами? Их же так не поздравляют? Типа не хватило одного ребенка, чтобы местные чиновники к ним приехали? Дело в том, что ситуация в области такая, что чуть ли не каждому ребенку нужно приходить в роддом. В области уже меньше 900 тысяч людей. И каждый ребенок для Кировоградщины это событие и праздник. Новости с политического фронта в Александрии. Там суд остановил решение Александрийского горсовета по Пантаевке. Напомню, что после того, как Пантаевка выразила свое мнение по организации своего ОТГ, Александрийская мэрия решила, так сказать, бунтовщиков наказать и ликвидировать там школу, детсад, детдом и дом культуры. Но, мол, чтобы другим неповадно было не слушаться Александрийский горсовет. Но понтаевцы не сдались и понтаевский сельсовет подал на Александрийскую мэрию по поводу противоправности таких решений в суд. И выиграл этот суд. Но что-то мне подсказывает, что это все-таки выиграна только битва, а не война. Самые яркие политические действия будут ближе к выборам. Хотя, честно говоря, в Александрии странный горсовет принимает решения, которые отменяются судами. Зачем такой неэффективный Александрийский горсовет? А понтаевцы молодцы, добиваться своего умеют. Я на этой неделе побывал в 90-х годах. Просто, ну вот, продолжение фильма «Назад в будущее». «Назад в будущее 4». Машиной времени стал сюжет телеканала ТТВ. Номинально он был посвящен Масленице. Ну и название. Уникальность святого в уникальный день в уникальному дружнему микрорайоне в улице Волково, Попово и Пацаево. В чем же уникальность Масленицы, которую празднуют сотню лет? Может быть блинами, которыми угощали жителей уникально дружного микрорайона, по которому вечером лучше самому не ходить? Или потому, что там был большой торт? Хотя блины на Масленицу это тоже не уникально. Да и торт таких размеров, ну совершенно не уникальный для Кропивницкого, в котором делали побольше торты. Чему же так радуются дети? Кто же их так угощает на Масленицу? Так что попробовать шаровых блинов приезжает даже из других микрорайонов. Все очень понравилось, очень вкусный чай. И блинчики тоже очень вкусные. Мы же понимаем из сюжета, что блины в данном случае не продают, а блины раздают. Тем более, что, как становится понятно из сюжета, люди еще от новогодних праздников не отошли. А тут, нате вам еще праздник. И тут вот оно. Такие подарки от депутата округа Игоря Волкова и бизнесмена Миколеонова – это уже традиция микрорайону. Вот оно как. Депутат горсовета и бизнесмен решили накормить, а вернее прикормить блинами крапивничан микрорайона улиц Попова, Пацаева, ну и, конечно, Волкова. Ну и комплементарных жителей тоже найти не сложно. Они всегда были, есть и будут есть. И как будут звать тех, кто их прикармливает? Волков, Онул, Черновецкий, еще как-то? Совершенно без разницы. Радуются дети, радуются пожилые люди. Спасибо организаторам Игорю Волкову и Николаю Онулу. И вы заметили, что для Ларисы Олейниковой имя Волкова все-таки популярнее Онула? Запнулась, эх, Лариса, стала забывать, кто такой Николай Онул. Ну и сам Николай тоже как бы говорит, что, мол, он тут ни при чем, это все Волков. Супер, отлично. Побольше, чтобы Игорь Викторович делал таких праздников, будем сюда приходить. Ох, Юрий Венедиктович, жалеешь ты себя, не бережешь. Отдохнуть тебе надо. Некогда, некогда мне отдыхать, покуда такой бардак в стране творится. Простым людям им хорошо. Старушка взяла пенсию и пересчитала с 10 секунд. А мы, мы, мы рук своих не жалеем. В этом сюжете много странного, например, наличие Дмитрия Хоха, активиста и ветерана АТО, и его странные слова, что стояли, мол, хлопцы вот там на фронте, вот за это. Вот за это я стоял, чтобы у людей было свято. Хлопцы там зараз стоять, за это я стоять. Им надо сказать, подяка великое, за то, что все могут что-то святкувать. Великое подякаем. Вряд ли хлопцы стояли за это, за мероприятие от имени депутата горсовета. Думаю, что все-таки стоят и стояли, и будут стоять за Украину, за ее независимость. А не за блины и торты от депутата и бизнесмена. Ну а людей на пиар-акции депутата и бизнесмена, которые, я так понимаю, таким образом пытались увеличивать свое влияние на микрорайоне, можно понять по последнему синхрону в этом сюжете. Праздник для души. Вот я кася разрада. Вот именно. И мне очень грустно, что наши пенсионеры не могут себя и других угощать блинами и тортами. Наверное, тогда и будет праздник в микрорайоне улиц Волково, Пацаево, Попово, когда наши пенсионеры смогут себе позволить накормить блинами и тортами депутата Волкова и бизнесмена Онула. Площадь Героев Майдана будут реконструировать. Это далеко не новость. Новость, как ее будут реконструировать. Все идет к тому, что в результате этой реконструкции уничтожат одну из фишек Кропивницкого. Это деревья на площади Катальпы. На них или возле них перефотографировалась, я так понимаю, половина города, если не весь город. И мне их жалко. Тем более, что в Европе деревья берегут вне зависимости от масштабов реконструкции и ремонта. Но я, честно говоря, небольшой специалист в этом. Можно ли убирать эти деревья? И нужно ли убирать? В материале газеты «Украина Центр» авторства Елены Никитиной говорится, что эти Катальпы старые. И как бы их не подпирали, но придется их все-таки спилить. А вместо них посадить новое, те же самые Катальпы. И мне бы не хотелось, чтобы площадь в результате реконструкции осталась без этих уникальных деревьев. Так что, если там будет новая Катальпа, это будет прекрасно. Что касается самой реконструкции, то, оказывается, ее план уже давно есть. Площадь, возможно, будет разделена на три части. Для отдыха, для фонтана и для памятной части. Причем фонтан будет такой трендовый. Это когда струи бьют практически из-под земли на ровной поверхности. Что сказать? Реконструкция такой площади – это проект амбициозный. Это понимали еще и раньше мэры города Кировограда, тогда еще Кировограда. Вот, например, Пузаков, когда реконструировал площадь перед Горсоветом. Некоторое время еще называли эту площадь площадью Пузакова. А в данном случае, после реконструкции, площадь Героев Майдана будут называть площадью Райковича. Этот проект реконструкции мог бы стать таким же знаковым и приятным политически, как и проект реконструкции арки. И кто его знает, может, такая перспектива заставит Андрея Райковича, нынешнего мэра города Кропивницкий, пойти на второй срок своей каденции. В Кропивницком с кастрюлями и половниками боролись за равенство и братство. Вернее, за права женщин и гендерное равенство. Возле педуниверситета несколько десятков студентов и студенток вышли на импровизированный митинг. Смотрелось это весело, это как фан. Особенно смешными были кастрюли. Но вот в сети на активистов и активистов вдруг накинулись некоторые женщины. Вот комментарий, например, Елены Доскоч. «Яка щеревнесть? Давайте зревняемого женок с человеками, давайте опускати их у шахту». Ну, во-первых, женщины работают на шахтах, и это факт. Раньше в СССР на таких же тяжелых, кстати, работах, как и мужчины. Причем получали почему-то меньше, чем мужчины. В подземном производстве сохранились даже ряд типичных женских специальностей. Стволовые поверхности и машинисты маркшейдеров. На женских плечах держится все производство, кстати, на многочисленных обогатительных фабриках. И, конечно же, эти специальности почему-то ниже оплачиваются, меньше оплачиваются, чем мужские. В США, например, есть даже общенациональная организация женщин, которые работают в горно-добывающей промышленности. Называется Women in Mining. Вот, и одна из ее целей, кстати, борьба за право женщинам работать в шахте. То есть женщина сама определяет, хочет она работать там или не хочет работать там. Более плечи должен стоять не только женщина и мужчина, а также помогать, прибираться, доглядаться детей, готовить. И помогать всегда своей женщине. И квиты даровать не только 8 березня, а всегда. Дальше. Давайте женщинам право поднимать важкие вещи. Давайте. Между прочим, у нас много женщин, чемпионок, олимпийских чемпионок в тяжелой атлетике или в пауэрлифтинге. Они захотели заниматься тяжелой атлетикой и добились успеха в этом. Працювати на шкідливых и небезпечных работах, пишет Елена дальше. Хай теперь женщина будет ответственна за достаток в семье, а она и так на себе много чего тягнет. А теперь будет делать это на равных с человеком правах. Вся эта равность – это неповага для женщины. Какой-то странный коммент. Женщины имеют право быть ответственной за достаток в семье. Это неплохо. Было бы хорошо, чтобы и мужчина, и женщина были вообще ответственны в семье. И за достаток в том числе. Но я хотел бы влюбиться, да? Ну, например. Но они же начнут сразу. Это мне не надо. Мне это не подошло. А вот в этом платье я не пойду. А вот этот спектакль мне не подходит. Зачем вся эта мишура? Ну, а цитата «равность» – это неуважение к женщине. Это вообще ноу-комманс. Это какой-то стокгольмский синдром. Ну и в конце реклама, которая меня, честно говоря, потешила. Пепси и Лейс, это такие чипсы, сняли двух крапивничан, пятого и коноплянку. Эти два футболиста в рекламе финала Лиги Чемпионов в Стамбуре. Я не знаю, кто и как отбирал спортсменов, но, честно говоря, мне это повеселило. Потому что это выглядело, как реклама какого-то Кировоградского, Крапивницкого супермаркета, типа АТБ или Маркет Опта. Но кто знает, может они и в такой рекламе снимутся. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, что все изменяется на краще. Надеюсь, что и для пенсионеров микрорайона улиц Волково, Пацаева и Попова. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok